Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видосе я вам расскажу о новой функции Xbox Series, которая будет уже доступна сегодняшнего дня. Как всегда, перед началом видеоролика ставь лайк, подписывайся на канал, ну а также забирай промокодик на VKCOMBO. Если что, в нее входят прослушивание музыки без ограничений, ну а также скидки на различные сервисы. Если что, ссылочку на активацию я оставлю как всегда в закрепленном комментарии, и давайте начнем. Начнем с того, что недавно Microsoft заанонсила новую функцию для Xbox Series, при помощи которой игры по обратной совместимости будут работать еще лучше. Если что, функция называется FPS Boost, и я думаю вы по названию уже поняли, что она значит. Да, вы правильно думаете, если что, эта функция позволит играть в игры с удвоенным FPS, именно игры по обратной совместимости. Первые игры, которые добавились в данную функцию, это Far Cry 4, Watch Dogs 2, UFC 4, Sniper Elite 4 и Super Lacky Tail. Кстати, последняя игра идет в 120 FPS. Если что, еще Майки в грядущем обновлении выпустят некую фичу, которая будет позволять регулировать данную функцию, то есть отключать-включать, и там уже будет написано, используя данная игра эту фичу или нет. И плюс там будет показываться, будет ли данная игра поддерживать HDR Auto. На самом деле, прикольная функция, особенно для тех, кто ждал некоторые игры с увеличенным FPS. Если вдруг вы рады данной функции, то напишите об этом в комментариях и поставьте лоис. Я к этой функции, на самом деле, отношусь как-то нейтрально, потому что во все игры, которые я играл на Xbox, мне, в принципе, хватало более чем кадров в секунду. И если будет где-то повышенное количество кадров, то как бы прикольно, но мне особого этого не дает ничего. И на самом деле, я не могу назвать ни одну игру, которую я хотел бы, чтобы данная функция применялась. И да, дополнительно для справочки, если что, данная функция работает как на Xbox Series S, так и на Xbox Series X. И то есть, игры, которые будут идти в 120 FPS, на Xbox Series пополнятся. Кстати, может быть, это такая многоходовочка, типа вот все говорили, что Xbox Series S не тянет 120 FPS. Типа вот, пожалуйста, в старых играх держите. Кстати, напишите в комментариях игру, в которую бы вы хотели бы, чтобы эта функция применялась. Вот просто интересно, где вам не хватает FPS. На игры, которые работают в 120 FPS, мне кажется, что по большему счету народу будет пофиг, потому что не у каждого есть модник, который способен выдать эти 120 FPS. Но, на мой взгляд, было бы прикольно, если бы майки просто бы расширили список игр по обратной совместимости, добавили там долгожданную МК-9, какого-нибудь Spider-Mana, потому что ни одного Spider-Mana нету на Xbox, на Xbox 360 там было, на Xbox One вообще нет. И как бы, ну блин, при помощи функции обратной совместимости это все-таки можно было устранить. Также со временем, если что, в эту функцию войдут еще больше игр. И, кстати, у меня появился вопрос. Игры, которые войдут в FPS Boost, они будут считаться как оптимизированы под Xbox Series или нет? Да, я понимаю, что значка не будет, но так или иначе, они получают некую оптимизацию для новых консолей, и это, по сути, означает, что их оптимизируют под новую консоль. Разве не так? Потому что игры, которые оптимизированы под новую консоль, они получают чаще всего просто повышенный FPS или больше разрешения. Да, я понимаю, что эта функция будет, по сути, только повышать количество кадров, но все же это, по сути, оптимизация. И знаете, мне почему-то кажется, что анонс данной функции — это некий пробел к тому, что они не анонсят никаких новых игр. Я вот не знаю почему, но мне вот реально так кажется, потому что, по сути, выходят новые поколения, они улучшают старые игры, а новых практически не анонсируют. И, на мой взгляд, вот, ну, я к этому просто не привык, я думал, что новые поколения будут как-то иначе. Опять же, я не знаю, как вы, но, блин, я думал, что Next Gen будет совершенно другой, и мы как раз-таки Next Gen увидим в новых играх, а не в старых. После этой новости, мне кажется, что Xbox все больше стал похож на ПК. То есть, мы, по сути, после Xbox One купили Xbox Series, более мощную консоль, грубо говоря, апгрейднули железо, и теперь играем в старые игры с большей производительностью. Не знаю, как вам, но, опять же, мне Next Gen кажется невероятно странным. Опять же, это лучше, чем ничего, но, на мой взгляд, опять же, они лучше бы занялись какими-то другими вещами. В общем, напишите свое мнение о данной функции. На этом, в принципе, все. Вот такой вот видос. Обязательно пишите свое мнение, оставляйте свои комментарии, и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч!